привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш нынешний ролик будет посвящен такой игрушки как вертолет муха когда я учился в третьем классе я пошел заниматься в авиамодельный кружок и первым делом мы там изготовили себе ножики а вторым делом из бруска деревянного вырезали винт насадили его на палку и пошли пускать такой винт во двор но у меня винт сейчас пластиковый и он тоже насажен на палочку палочка достаточно длинная чтобы не сказывался эффект дженебекова о котором у нас кстати есть отдельный ролик ну и если палочку раскрутить руками то вертолетик подлетает и у этого устройства оказалась весьма любопытная физика которая мы хотим с вами поделиться и вот один из запусков который мы сделали на улице все происходит очень быстро давайте замедлим это видео в лучших запусках вертолет взлетал вверх на 7 метров трассировка позволяет нам построить график показывающий как вертикальная проекция скорости вертолета зависит от времени он сразу же разгоняется до скорости 6 метров в секунду а потом эта скорость равномерно уменьшается и при этом ускорение вертолета составляет 4 метра в секунду за каждую секунду и поскольку вертолетик движется с постоянным ускорением значит на него действует постоянная сила что же за силы действует на вертолет ну во первых это сила тяжести м же направленная вниз а во вторых это подъемная сила направленная вверх ну и мы можем записать второй закон ньютона м а равняется а здесь собрать все силы и поскольку ускорение составляла 4 метра в секунду за секунду значит четыре десятых от же это означает что аэродинамическая сила составляла 6 десятых от м же и была постоянной хотя вертолет замедлял свое вращение и менял свою вертикальную скорость и это уже удивительно а дальше мы подумали что запуски на улице это конечно хорошо но нужно поделать запуски лабораторные на не столь большую высоту чтобы измерять не только скорость вертикального движения вертолета но и частоту его вращения а вот этот красный колпачок поставлен специально для трассировки и вот я запускаю вертолет на этом видео отлично видно как вращаются лопасти и мы можем измерить частоту их вращения а еще если смотреть внимательно видно как эта частота постепенно уменьшается из-за сопротивления воздуха находим ускорение с которым двигался вертолет и она опять составляет четыре метра в секунду за секунду так что аэродинамическая сила и в этом опыте равна 0,6 м же а вот как за время полета менялась частота вращения пропеллера и мы видим что она уменьшилась в два раза с 27 оборотов в секунду до 13 оборотов в секунду и раз частота вращения пропеллера уменьшилась два раза значит и вращательная скорость его концов уменьшилась два раза а квадрат скорости который входит во все аэродинамические формулы уменьшился в четыре раза но мы знаем что подъемная сила осталась неизменной и уменьшение квадрата скорости в четыре раза должно как-то компенсироваться и компенсируется она увеличением угла атаки тоже в четыре раза угол установки лопастей нашего винта составляет 11 градусов и когда винт вращается на месте воздух набегает на конце его лопастей именно под таким углом но когда винт движется вверх набегающий воздух его системе отчета движется вниз и угол атаки уменьшается уменьшение угла мы можем найти зная скорость вертикального движения вертолета и скорость концов его лопастей которую мы найдем умножив длину окружности 2 пир на частоту вращения винта f к найденному таким образом углу атаки надо прибавить еще четыре градуса которые возникают за счет несимметричности профиля и вот мы видим изменение эффективного угла атаки за время полета он поменялся с 8 до 31 градуса в четыре раза что соответствует нашему предсказанию и теперь надо еще раз посмотреть на полет этого вертолётика в целом когда его резко закручиваю лопасти движутся под большим углом атаки и подъемная сила весьма велика она и швыряет вертолет вверх но угол атаки в полете тут же уменьшается и в этом смысле дальше винт может только падать хотя он конечно имеет начальную скорость движется он дальше с отрицательным ускорением 0,4 g и между прочим когда винт зависает он в этот момент просто находится на верхушке своего падения а теперь надо поговорить про энергии в этом процессе и тут я уступаю место для разговора алексею на старте мы раскручиваем вертолет до некоторой угловой частоты омега нулевое и он имеет кинетическую энергию вращательного движения и омега нулевое в квадрате пополам где и это момент инерции вертолета относительно его оси а затем он поднимается до верхней точки и там он имеет потенциальную энергию mgh часть вращательной энергии у него остается это и омега квадрат пополам и какая-то часть энергии переходит в движение воздуха и нам конечно интересно какую долю начальной энергии удается закачать в потенциальную энергию mgh от этого зависит та высота на которую сможет подняться вертолет ну и с этим мы сейчас и разберемся а для того чтобы посчитать кинетическую энергию вращения нам надо знать момент инерции винта относительно его центра но измерять этот момент инерции неудобно а удобно измерять момент инерции относительно конца лопасти и для этого мы собрали вот такую установку началось проходит через конец лопасти винта я отклоняю его и он совершает колебания с периодом примерно три четверти секунды ну что соответствует угловой частоте 8 с половиной радиан в секунду и из формулы для физического маятника мы сразу определяем момент инерции относительно конца лопасти по формуле mgr делить на омега квадрат ну а для того чтобы найти момент инерции относительно центра винта мы используем теорему штайнера этот момент инерции меньше измеренного на величину мр квадрат ну и если мы теперь подставим все численные данные то момент инерции винта получается равным 5 на 10 минус 5 килограмма на метр квадратный а что касается деревянной палочки то мы честно посчитали какой вклад она дает в момент инерции и получили величину более чем в тысячу раз меньше так что этим вкладом можно пренебречь и в нашем комнатном испытании вертолет взлетел на одну целую две десятых метра на старте он делал 27 оборотов в секунду а в верхней точке частота вращения уменьшилась до 19 оборотов в секунду стартовая энергия вращения составляла семьдесят две сотых джоуля потенциальная энергия увеличилась на двадцать две сотых а остаточная энергия вращения верхней точки была равна тридцати шести сотым джоуля и тем самым воздуху было передано 14 сотых джоуля и таким образом эффективность вложения энергии в комнатном запуске составила 30 процентов посмотрим теперь на запуск на улице теперь вертолет взлетел гораздо выше на 4 метра на старте он делал 40 оборотов в секунду а наверху частота уменьшилась до 22 оборотов в секунду стартовая энергия вращения составляла одну целую шесть десятых джоуля из них на подъем затрачено 8 десятых джоуля а это 50 процентов от начальной энергии остаточная энергия вращения была равна пяти десятым джоуля а воздуху было передано три десятых и смотрите чем сильнее я раскручиваю пропеллер тем большая доля начальной энергии вращения переходит в потенциальную энергию подъема почему же так происходит ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ю тубе